Чем заманивает клиентов TradeView? Как мошенники играют на ваших эмоциях, а также о получении лицензии Банка России, Ассоциации Форекс Дилеров. В сегодняшнем выпуске новостей из Форекс Индустрии. Здравствуйте! TradeView Markets, он же поставщик услуг по торговле валютами, фьючерсами, контрактами на разницу и акциями, анонсировал запуск новой СН-площадки Liquidity Connector для самостоятельных и институциональных валютных трейдеров. Запуск нового сервиса – самое свежее решение TradeView, открывающее клиентам доступ к расширенному ассортименту услуг и функционала. В качестве последнего дополнения в торговой инфраструктуре TradeView, Liquidity Connector откроет клиентам компании доступ к нулевым спредам от более чем 50 банков и первичных поставщиков ликвидности. Основатель и SEO TradeView Markets Тимоти Фаррей сказал, что его компания нацелена сугубо на серьезную торговлю в наиболее благоприятной торговой среде в индустрии. TradeView Markets предлагает самые узкие спреды в индустрии без каких-либо наценок. Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов опубликовало результаты исследования, посвященному тому, как эмоции влияют на уязвимость перед мошенниками у пожилых людей. Не для кого не секрет, что финансовые мошенники всегда стремятся вызвать у своих жертвы сильные эмоции, под влиянием которых человек добровольно передаст им свои деньги. Исследования показывают, что люди в возрасте в большей степени склонны принимать решения под влиянием эмоций. Ученые изучили, как в заболнованности гнев влияют на риск стать жертвой мошенников среди людей в возрасте от 65 до 85 лет и от 30 до 40 лет соответственно. Участников просили посмотреть ряд рекламных роликов, которые Федеральная торговая комиссия признала недостоверными и нацеленными на пробуждение у зрителей чувства волнения или гнева. Каждый ролик нужно было оценить на предмет достоверности, а также отметить, какова вероятность того, что человек приобретет рекламируемый в нем товар или услугу, если цена не имеет значения. Испытуемые старшие группы в состоянии волнения или гнева охотнее соглашались купить продукт, нежели в состоянии эмоционального спокойствия. В группе с более молодыми участниками решение о покупке в разном эмоциональном состоянии почти не отличалось. Это же значит, что молодые испытуемые в меньшей степени эмоционально уязвимы. Иными словами, результаты исследования доказывают, что решение о покупке, принимаемое людьми старшего возраста, в значительной степени зависит от их эмоционального состояния. Ассоциация Форекс-дилеров АФД подала в Банк России заявление и соответствующий пакет документов на получение официального статуса профильной Форекс-СРО. Что расшифровывается как саморегулируемая организация Форекс-дилеров. Инициатором и учредителем АФД выступил пока единственный лицензированный в России Форекс-дилер из группы Финам. Брокерская компания Финам Форекс приняла участие в подготовке документов на получение ФД статуса Форекс-СРО. Напомним вам, что АФД была создана в этом году по инициативе компании Финам, которая получила лицензию Форекс-дилера еще до вступления в силу закона о Форекс с начала этого года. Дело в том, что одного лишь одобрения Банка России недостаточно для того, чтобы считаться полностью лицензированным в Российской Федерации Форекс-дилеров. Для этого закон требует от лицензиата вступить в лицензированную Форекс-СРО, которой до сих пор в России так и не существует. Ассоциацию ФД на данный момент являющейся организацией одного единственного участника возглавляет выходец из ЦРФИН Евгений Машаров, который покинул пост главы комитета по контролю в сфере аттестации сотрудников Форекс-компании СРО ЦРФИН и заместителя председателя правления СРО еще в октябре прошлого года. Можно предположить, что следующие брокерские компании, которые получат лицензию Банка России, взвесят присоединение именно к Ассоциации ФВД, так как срок вступления в СРО, отведенный самим мегарегулятором, уже истекает. Сегодняшний выпуск подошел к концу, но на этой неделе вас ждет еще много интересного на Дукаскопе ТВ. До завтра!